21 декабря отмечается народный праздник Анфиса-рукодельница. В этот день по церковному календарю отмечается День Святой Мученицы Анфисы. Святой в этот день молятся, чтобы она помогла в любых испытаниях и нужде, чтобы защитила от всего дурного, от несчастья и от злых людей. А приметы на 21 декабря говорят, что в этот день можно сделать самый мощный обелег. 21 декабря всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием, прясть, ткать, шить, вышивать. Это делать желательно было в одиночестве, чтобы не сглазили. А если не получалось или не хотелось уединяться, проводить специальные обряды от порчи. На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье на сглаз, говорили наши предки и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоться иглой. Этот же обряд защищал от зевоты и икоты. С глубокой древности все орнаменты вышивок на одежде служили в первую очередь оберегом. К таким же оберегам относятся и все женские украшения – серьги, перстни, подвески, ожерелья. В мужском костюме таких оберегов было намного меньше, потому что мужчина значительно сильнее женщины, следовательно, он может противостоять атакам нечистой силы с большим успехом. Вышивкой было принято покрывать все отверстия и проемы в одежде человека – ворот, подол, рукава, чтобы нечисть не пробралась к телу человека. Часто на крестьянской одежде встречались изображения петуха и курицы. Петух на Руси почитался как вещая птица, прогонявшая мрак ночи и приветствующая спасительное солнце. Люди верили, что петушиный крик прогоняет нечистую силу, поэтому его часто сравнивали с колокольным звоном к заутренней. Также на вышивке можно было встретить изображения льва, оленя и коня. Растительные орнаменты были представлены деревьями, которые наделялись магической силой – яблоня, ель, береза, ива, калина и цветами – тюльпан, роза, колокольчик, ромашка, а также травами и плодами. Часто на вышивках изображали клюкву и бруснику. Издревле крестьяне были высокого мнения о целебных свойствах этих ягод. В день Анфисы все женщины и девушки обязательно занимались рукоделием. В народе считается, что если сегодня заниматься шитьем или вязанием, то потом весь год будет теплым, богатым и сытым. Также в старину девушки таким образом запасались приданным для будущей свадьбы. Была хорошая примета сделать себе приданное собственноручно, тогда жених богатым будет. А еще в этот праздник обязательно изготавливали особый защитный амулет, который под покровительством святой Анфисы приобретал большую силу. Приметы на 21 декабря говорят, что в этот день нужно обязательно повязать себе на запястье красную нить. Она должна быть черстяной или шелковой. Завязать ее может только добрый и светлый человек твоего же пола, который ни за что не пожелает тебе зла. Поэтому обычно нить повязывают друг к другу члены одной семьи. Эта нить станет мощным оберегом, который будет защищать человека от несчастья, сглаза, дурного влияния, манипулирования и от всех бед. Согласно приметам погоды считается, если в этот день стоит морозная погода, то быть зиме мягкой, но нежной. Если в этот день на улице завывают вьюга или пошел снегопад, то лето будет дождливым. Если воробьи начали строить гнезда и таскать разные ветки и мусор, через 2-3 дня ударят лютые морозы. Если синицы и другие птицы стали искать укрытие и под крышей прятаться, то вскоре разразится метель. Если с утра синицы наперебой зачирикали, то ночь будет морозной. В народе считалось, что родившиеся 21 декабря – сильные личности. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok